Добрый день! Сегодня у нас 18 апреля. Находимся на поле зимового ячменя. Напомню, ячмень у нас здесь посеян по предшественнику горох зимующий. Здесь есть опыты с подсевом гороха, есть без гороха, есть с внесением касса, есть без касса, есть разное. Мы все потом при уборке будем смотреть. Сейчас короткое видео о том, что мы сегодня вносим фунгицид, который называется авиатор. Обычно мы там ждем, скажем так, выхода флагового листа. Потом уже брызгаем 0,6 литра и в принципе там укладываемся в районе 32 долларов на гектар. Сейчас сами знаете какая погода, видите все. Поэтому решил сделать все-таки двойное внесение авиатора два раза по 0,4. Подстрахуюсь на всякий случай, потому что иди знай какая будет погода дальше. И так работать тяжело, не всегда возможно зайти в поле. Сейчас подойдем и там вот зашел где с того края, аж чвякает под ногами. Образовываются колея. Вот и здесь тоже видно. Очень мокро. Осадки были последний раз там три дня или четыре дня назад, 7 миллиметров. Вот, а до них там за пару дней еще 7. То есть 14 миллиметров, но зайти уже четвертый день, зайти тяжело. Уже плюнули, потому что на завтра опять рисует. Дождь 20 миллиметров, на послезавтра пять, то мы тогда непонятно вообще, когда зайдем или зайдем ли вообще. Я не против осадков, я просто объясняю, почему мы решили сделать эту работу сейчас. В принципе растения чистые, ни пятнистости нет, ничего. Ну, брызгать, когда носить фунгицид, когда уже есть болезни, это половина успеха. Правильнее, конечно, вносить, когда болезни еще нет. Ну, вот я вырвал междурядные растения, вот видите, насколько мокро. Работаем со скоростью 33 километра в час. Норма вылива вот прямо сейчас на этом поле 62 литра на гектар. То есть видно, какой шлейф идет, да, за опрыскивателем. То есть никогда не скажешь, что тут всего лишь 60 литров. Объясню, почему 60 еще раз, потому что все время спрашивают. Объясняю, может быть, не все видели, поэтому повторю еще раз, чтобы не печатать смс. Вот стоит у нас трактор с подвозом рабочей жидкости. Эта бочка у нас фаршитовская, пластиковая, 10 кубов. Норма вылива у нас зависит не от того, что мы брызгаем, какую культуру и каким препаратом. Норма вылива зависит от того, какой объем работы у нас запланирован на сегодняшний день. Вот у нас здесь поле 150 гектар. Еще один из гектаров есть там на Атшибе, на другом участке. То есть 160 гектар. Вот мы наливаем 10 кубов бочку, заправляем туда пестициды и потом идем работать. Заправляем это все на базе, чтобы на поле не заниматься этой ерундой. Ну и заодно исключить, скажем так, всевозможные неприятности. Поэтому берем бочку 10 кубов, делим на 160 гектар и получаем наших 62 литра. Отсюда норма. Если бы мы брызгали, надо было бы обработать 200 гектар, соответственно, норма вылива была бы 40 литров. Если бы нам надо было бы... Да, 50 литров было бы. Если бы нам надо было бы работать 400 гектар, соответственно, норма вылива рабочего раствора была бы у нас 25 литров. То есть вот от чего зависит норма вылива. Ну вот я зашел здесь, участок с подсевом гороха зимующего. Горох печальный, правда. Есть подозрение, что он в таком состоянии, потому что он посеян горох по гороху. И я думаю, что вам видно, я как бы немножко дальтоник, да, видно, насколько отличается вот левая часть, да, левая часть от правой части. Ну, надеюсь, что видно. И высота растения немножко другая. И цвет другой. Не говорю, что это заслуга гороха. Может быть, заслуга междурядия. Комбайн нас рассудит. По комбайну мы все узнаем, что и как было правильно. Гербицидная обработка здесь была гербитоксом. В норме 700 грамм на гектар. Недавно было, но вот видно, уже действия гербитокса мы наблюдаем. Здесь у нас любимый наш сорнячок, который герчаг вьюнкоподобный. Гадость редкая, как и вьюнок. Избавляешься, избавляешься. Он всегда есть и есть в наличии. Ну, честно говоря, горох поправился. То есть, когда мы были здесь с суровым и компанией, горох выглядел печальнее. Сейчас он немножко выправился. Может, какая-то польза с него здесь все-таки и будет. Если не сейчас, то в последующем. Вкратце, вот так. То, что я хотел рассказать. А дальше, как Бог даст, посмотрим, как все это будет. Вот видно, угнетение тоже есть этого герчака. Надеюсь, ячмень за пару недель подымется, закроет междуряди. Это у него получается хорошо. Междуряди здесь, напомню, 50 сантиметров. То есть, через 50 сантиметров у нас горох. Да, получается. Вот и вот 50. И ячмень вот и вот 50. То есть, междуряди культур по 50. Общий междуряди 25. Посеянная селка Амазона ДМС. 33 километра в час. Позвонил. Ну, сказал, что давление троечка. У него поле ровное не кидает. Сжал зубы и молчу. Не делаю замечаний. Все. Всем удачи. Здоровья. Берегите себя. Берегите своих близких. Титя Гольф. Не делаю slop. Титя Гольф. Дитя Гринс. they have tried to make a два-для в час. Вы можетеcuствовать тысячу. Продолжение следует...